МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костейникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первых въезжающих в Севастополь невакцинированных граждан развернули обратно. В городе работают 7 пунктов пропуска. Участникам первых боев за наш город посвящается. Ровно 80 лет назад началась вторая героическая оборона Севастополя. Внук защитника Севастополя рассказал о судьбе своего деда Дмитрия Алексеевича Сушина. Первых въезжающих в Севастополь невакцинированных граждан развернули обратно. В регионе заработали 7 пунктов пропуска. В них проверяют документы у каждого желающего въехать или выехать из города. Такое право имеют все, у кого на руках есть следующие документы. Сертификат, медицинская справка или QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании. Представители Департамента общественной безопасности поделились первыми данными. Несколько человек на железнодорожном вокзале были вынуждены купить билеты обратно. А каждый 12-й автомобиль по итогу проверки уехал в обратном направлении. С утра на железнодорожном вокзале Севастополя заметно увеличилось количество людей в форме. Привычным сотрудникам полиции добавились росгвардейцы и представители местного казачества. Здесь заработал один из пунктов контроля. С сегодняшнего дня въехать в Севастополь стало практически невозможно тем, кто не привился от новой коронавирусной инфекции. На вокзале проверяют документы, удостоверяющие личность, а также обязательно распечатанный сертификат либо QR-код о вакцинации. Кроме документов о пройденной вакцинации, для пропуска подойдет сертификат, медицинская справка или QR-код о перенесенном заболевании. Проверяют желающих не только въехать, но и выехать из Севастополя. Как рассказали в городском департаменте общественной безопасности, уже выявили граждан, которые не смогли пройти контроль. Сегодня с приходом первой электрички был развернут пост на железнодорожном вокзале. Осуществлялась проверка у граждан, прибывающих пригородными электропоездами, наличия справок о прохождении QR-кода или справка о перенесенном заболевании. Из прибывших трех электричек на сегодняшний день двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд у нас в Санкт-Петербургске в 9.09, 268 человек прибыло, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратно билеты, убывают в обратном направлении. Как заявил Владимир Беспалый, заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности, желающих в эти дни въехать в Севастополь, о возможных ограничениях предупреждали заранее. На всех железнодорожных вокзалах при приобретении билетов предупреждаются люди, что те, которые приобретают билеты в город Севастополь, что въезд в город Севастополь строго по определенным документам, которые определены, напомню, 84-м указом губернатора. Большинство граждан к проверкам на железнодорожном вокзале отнеслись с пониманием. Все пассажиры и так проходят зону транспортной безопасности. Продемонстрировать сертификат или QR-код для них не доставляет лишних неудобств. Да, все в порядке, проблем не было, документы все с собой, конечно. Что вы показали? Вот там стоят на входе сотрудники полиции, казаки. Что они у вас просили? Паспорт и сертификат о вакцинации. Я считаю, что это правильно, потому что на планете идет биологическая война. И правило первое – это всеобщая мобилизация. В данном случае это всеобщая вакцинация. И плюс соответствующие правила гигиены, которые нужно соблюдать, дисциплины, которые нужно соблюдать. И эти правила сейчас обоснованы. Напомним, всего на въезде в город установлены семь блокпостов. На автодороге по трассе Ялта-Севастополь, село Терновка, на 257-м километре трассы Таврида, Стелла-Якорь, на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом, на выезде из села Орлинова, по трассе Ялта-Севастополь, мыс Сарыч, кафе Дамир, село Андреевка. С субботнего утра на всех из них стали проверять документы. Тюар-ход есть у вас? Тюар-ход. На пункте контроля проверяют каждого гражданина. Исключений не делают и для общественного транспорта. Документы просят предоставить и водителя, и пассажиров. Нет, пока не было никаких проблем. Пока тишина. Первый рейс сюда едем. Никто не может извести нам, автобус вне очереди или очередь стоит за всеми машинами. Кто нам ответит на этот вопрос? По информации заместителя директора Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, согласно данным на утро 30 октября с блокпостов, каждый 12-й автомобиль разворачивается и уезжает в обратном направлении. Кроме того, чиновник прокомментировал распространяющиеся сведения о том, что можно избежать контроля на железнодорожном вокзале Севастополя, просто сделав высадку на ближайший городу станции. У нас все такие случаи уже ранее отрабатывались, и линейная полиция, которая работает в соответствующих, как вы правильно сказали, станциях на подъезду города Севастополя. Эти вопросы контролируются. В оперативном порядке созданы мобильные группы. Если мы увидим, что пассажиропоток в этих точках начинает появляться, и выход из поезда группы соответствующие созданы, но на каждой станции есть контроль. Пока планируется, что все пункты пропуска будут работать до 7 ноября включительно. Телеканал НТС продолжит следить за развитием ситуации. Николай Кузнецов, Денис Александрович, Севинформбюро. 80 лет назад, 30 октября 1941 года, открылась одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Началась вторая героическая оборона Севастополя. Тысячи солдат, моряков, медиков и просто граждан встали на защиту города русской славы. И многим из них не довелось дожить до Великой Победы. Их память в субботу пришли почтить народные избранники и заместители губернатора Севастополя. Несмотря на то, что сейчас в городе введены ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, руководство города, вы видите, сегодня пришло для того, чтобы почтить память погибших, почтить память защитников. Конечно, не в том составе, как обычно происходит возложение, но тем не менее мы пришли отдать дань нашим защитникам. Это очень важная дата в жизни Севастополя, вообще в жизни России. Начало обороны, тяжелой обороны, героической обороны. На 30 октября 41-го года начались вот эти события, которые для истории страны, наверное, имеют такое важное значение, что переоценить это невозможно. Мужество, героизм наших соотечественников, севастопольцев, всех горожан, которые прошли эту оборону. Мы сейчас говорим о жителях осажденного Севастополя, о простых гражданах, которые пострадали не менее, чем те, кто воевал на передовой. Подвигов, которые здесь были совершены, перечесть нельзя. Мы обо всех даже, может быть, и не знаем и никогда не узнаем. Но это дало основание говорить не только нам в нашей истории, но и тогда нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, что Севастополь это особенная история и особенная крепость, которая защищала себя и прецедентов так, что прецедентов практически мы в истории не найдем. 250 дней. Только по официальной версии самых тяжелых дней для родной земли севастопольцы проявляли массовый героизм, давая отпор врагу, безжалостно разрушавшему дома и уничтожавшему мужественных горожан. За их подвиги уже гораздо позже Севастополь получил гордое звание героя. Резец истории так глубоко прочертил в мировой памяти это гордое имя Севастополь, что не сотрут его в веках. Стоять, как севастопольцы, упорно работать, как севастопольцы, любить родину, как севастопольцы. Вот залог нашей победы. Мы, несомненно, добьемся этой победы и порукой тому Севастополь. Их подвигу посвящается. В канун 80-летия начало второй героической обороны Севастополя память защитников 54-й береговой батареи первыми принявших бой на подступах к нашему городу почтили сотрудники музейного историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея. Именно здесь, в поселке Николаевка 30 октября 1941 года началась Великая битва за Севастополь. Севастополь 80 лет назад здесь, на этой земле начинались великие героические события. События, переломившие ход военной истории, ставшие символом безграничного мужества и воинской доблести. Первая на подступах к Севастополю вступила в бой с врагом 54-я береговая батарея Черноморского флота. 30 октября в 16.35 она открыла огонь по мотопехоте и танкам противника, прорвавшимся с севера Крыма. Так начиналась оборона, вошедшая в летопись Великой Отечественной войны как беспримерная. Причем, самое главное, что немцы, которые после САГ, когда им сдалась селая дивизия, фактически, чуть ли не без единого выстрела, они в такой эйфории двигались в Севастополе и получили по зубам. И они поняли, самое главное, что поняли, что легкого похода на Севастополь у них не будет. А придется воевать так, как они воевали с 54-й батареей. Евгений Борисович Мельничук знает об этом бое из первых уст. Комбат 54-й батареи Иван Иванович Заика много рассказывал своему другу о том, что пришлось тогда пережить. Их роднило многое. В прошлом оба артиллеристы, оба командовали батареями, оба партизанили. Лейтенант Заика в июле 41-го был назначен на должность командира 54-й батареи, которой к тому моменту еще не существовало. 23-летнему артиллеристу предстояло ее построить и подобрать личный состав. Он рассказывал, ну а батарея что представляла из себя? Четыре орудия 102 мм, щетвереный зенитный пулемет М4, два станковых пулемета и один ручной пулемет. В общем-то вооружение в основном артиллерийское с боекомплектом на каждую соответствующую впуску снарядов осколочно-фугасных и бронебойных. И батарея оборудовалась как полевой опорный пункт. То есть в коуме артиллерийских двориков были вырыты окопы полного профиля, ячейки стрелковые, позиции для станковых пулеметов, для зенитного пулемета, для ручного пулемета, проволочное заграждение. Иван Заика предельно точно знал окрестности батареи. Кроме того, Заика объехал, поскольку он готов свои стрелять, как говорят, на обратной директрисе, прямая директриса это в море, а обратно это по земле, то он объехал все окрестности, а дальность любил его пушек 23 километра, вес снаряда 12 килограмм, это мощный артиллерийский снаряд, особенно осколочно-фугасный, он объехал все окрестности и хорошо знал окрестности, и у себя на батарейном планшете нанес все видимые ориентиры, для которых было с помощью автомобиля определена дистанция, буквально до метра. 30 октября передовой отряд 54-го армейского корпуса 11-й армии Монштейна двинулся на Николаевку. Это был передовой отряд 54-го армейского корпуса 11-й армии. А что такое передовой отряд? Это свора цепных псов, которые мчатся за противником, чтобы на плечах у него ворваться туда, что они должны занять, не дать ему там закрепиться. У этих разведбатов были танки, бронетранспортеры, мотоциклы, то есть это был мощный подвижный отряд. Колона вошла туда, в эту лощинку, такая небольшая лощинка на дороге, два склона небольших, там 3-5 метров откосы. И командир корпуса доложил, ну и заик скамал пилинг 7-50, прицел 100, 15 снарядов, беглый огонь. И батарея начала стрелять. этот неравный бой с превосходящими силами противника длился четверо суток. 54-я уничтожила 15 единиц бронетехники и 700 солдат противника. И эта маленькая война стала по-настоящему народной для тех, кто не брал в руки оружие. Фельдшеры не обухаживали раненых, колхозницы помогали, то есть население принимало самое активное участие, помогали восстанавливать батарею. «Заика, мы их прогоняем с батареей, что уходите, это не ваше дело». Смотрю, а кругом опять платки и шапки на позиции. То есть деревня активно участвовала в обороне. 2 ноября немцы подтянули тяжелую артиллерию, позиции батареи начала бомбить авиация. К 16 часам почти все орудия были разбиты. Заика получил приказ держаться до вечера, подорвать орудия и уходить к морю. «Связь кончаю. Батарея атакованная и окружена. Прощайте». Это последние слова с 54-й батареи, которые услышали в Севастополе. «Заика приказал уходить к берегу, а сам с группой прикрытия он и 6 человек с ручным пулеметом остался прикрывать отход. В это время подошел тральщик из катера, это БТСЧ, и два сторожевых катера. То есть тральщик снял 28 человек, два человека добрали до Севастополя, 30 человек фактически остались от батареи. Погибло в батарее 126 человек в общей сложности. Ну, вся группа прикрытия, а командиру батареи удалось остаться живым». Долгое время командир легендарной 54-й батареи считался пропавшим без вести. Но ему удалось остаться в живых и вместе с супругой пробиться к партизанам. В декабре 41-го Иван Заика был представлен к званию Героя Советского Союза, награжден Орденом Красного Знамени. Имя Ивана Ивановича Заики навсегда вписано в историю нашего города. Почетный гражданин Севастополя Иван Заика прожил долгую жизнь. Его не стало в 2009 Память о подвиге батареи бережно хранят в Николаевке. Мы находимся с вами не просто на каком-то месте, это захоронение воинское, на котором были похоронены участники боев. Здесь находилась Николаевка, здесь уже заканчивалась, здесь находилась вот сейчас за забором старое деревенское кладбище, на котором похоронены в том числе и основатели поселка. И вот когда начались боевые действия, естественно, появились погибшие и их стали хоронить здесь, практически на сельском кладбище. Забора тогда здесь не было. А в 1971 году, к юбилею начала здесь боев, был построен колхозом Путь Ленина вот этот памятник из розового камня. В канун 80-летия начала второй героической обороны Севастополя память защитников 54-й береговой батареи почтили сотрудники музейного историко-мемориального комплекса 35-я береговая батарея. Ведь места первых и последних боев за наш город неразрывно связаны. В братской могиле покоится 60 защитников батареи. Многие из них обрели здесь покой уже после войны. Эти раскопки не надо было даже делать, потому что когда природа сама делала это все, потому что обваливались круче, и мы находили, видели, где у нас еще погранзастава тогда была, и мы конечно же когда находили, видели это и снаряды, и останки, вот, и мы быстро сообщали, вот, и они приходили уже как бы взрослые, они все это раскапывали, и мы предавали здесь, захороняли, понимаете, захоронения были еще, поэтому все это торжественно делалось, это конечно оставалось в сердце каждого ребенка, который вот участие принимал. Более 40 лет жители поселка по крупицам собирали информацию о защитниках 54 батареи. В этих поисках лично принимал участие ее комбат Иван Иванович Заика. И к 70-летию победы в Доме культуры в Николаевке открылся свой музей. Иван Иванович выполняется материалами, экспонатами. После раскопок до 54 батареи нам приносят разбитые снаряды, детали военного снаряжения, несут каски, несут интересные книги. Я живу в том районе, где 54 батарея. Я всегда останавливаюсь, вспоминаю и своего отца, которого я не видела, враг народа 37-го года. И все батарейцы перед моими глазами. Я перед ними в долгу, чтобы продолжать эту память и нести ее молодому поколению. 30 октября особая дата для Севастополя. Знаете, больно, если о ней забудут. Мы посчитали просто долгом своим, вот накануне этой даты, приехать сюда. Здесь очень хороший музей. Они рассказывают о тех ребятах, которые потом, те, кто остались в живых, они защищали наш Севастополь или сражались в партизанских отрядах, как это сделал Иван Иванович Заик. Вторая. Героическая оборона Севастополя началась именно здесь, на 54-й береговой батарее в Николаевке. Значится в приказе командующего Черноморским флотом Филиппа Сергеевича Октябрьского, возглавлявшего Севастопольский оборонительный район. 54-я батарея стала примером и для нас, и для немцев. Русские умирают, но не сдаются. Ксения Богинская, Юрий Реутин, Александр Косманенко, Севенформбюро, Николаевка, Симферопольский район. В их именах наша память. Ровно год назад, 30 октября, в эфире нашего телеканала вышел первый эпизод масштабного совместного проекта телеканала НТС и мемориального комплекса «35-я береговая батарея» «Хроника героической обороны Севастополя». 261 серия воссоздала атмосферу и историю каждого дня Великой эпопеи. Мы получили множество отзывов телезрителей, но самыми ценными всегда становятся письма от родственников наших бойцов. Одна из таких весточек пришла незадолго до памятной даты. Прилетела она из Иваново. В одном из выпусков проекта внук узнал своего деда, а Севастополь обрел лицо еще одного своего защитника Дмитрия Алексеевича Сушина. 29 июня, понедельник. В два часа противник открыл мощный артиллерийский минометный огонь по южному берегу Северной бухты и произвел несколько налетов бомбардировочной авиации. 9-я бригада морской пехоты отражала атаки 72-й немецкой пехотной дивизии. 7-я бригада с трудом сдерживала противника на своем участке. Случайностей не бывает. Иначе как еще объяснить такое совпадение? Из 261 серии телепроекта хронико-героической обороны внук защитника Севастополя первый открыл именно ту, где увидел своего деда. Мы получили письмо, которое пришло в адрес независимого телевидения Севастополя наших друзей. Вот только благодаря их труду нам удалось создать вот эти вот видеоматериалы, вот эти маленькие сюжеты, воссоздать всю оборону нашего города. Пришло письмо, в котором было сказано о том, что просматривая сюжет за 29 июня 1942 года, на 4-й минуте 52-й секунде я увидел своего деда. Набрал оборону Севастополя просто. И вышел этот ролик, я смотрю, у меня немножко удивление, я вижу фотографию прямо на именно вот этого вот. И начинаю смотреть, и на 4-й минуте эта фотография идет медленно. Я ее фотографирую, отправляю маме, говорю, похож, она пишет, это дед. На экране была вот эта фотография из фондов музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. А вот эту вот фотографию, по которой я обнаружил деда, вот по этому ролику, я показал детям. Они у меня стоят и смотрят. Поехали, говорит, к деду в деревню. Потому что папа мой и дед одно лицо. Вот, и они вот на это смотрят. А что, говорит, дед-то у нас в ушанке-то? У меня средний сын спрашивает мой. Я говорю, это мой дед. Семья Сушиных и сейчас живет в Ивановской области. Записать интервью с внуком нашего защитника нам помогли коллеги с телеканала БАРС. Связь, которую удалось установить с Алексеем Сушиным, позволила восполнить пробелы в судьбе еще одного участника второй героической обороны Севастополя. И вот в пятом томе книги памяти есть фамилия Сушина Дмитрия Алексеевича. Пропал без вести 3 июля 1942 года. Позже выйдет следующий том, седьмой уже с правками, в котором будет написано, будет дана и правильная дата рождения, 1915-й, когда родился этот паренек. И там будет написано о его судьбе. По фильтрационному делу вопрос задается, как вы попали в плен. Он говорит, противник пошел в наступление, не было боя прикрасов. То есть попали в плен просто окруженцами. Взяли в окружение, в кольцо и вместе с другими рядовым составом и командным составом попали в плен. И после этого, как говорится, веселую жизнь в кавычках. Во-первых, пленные попадали сначала их же из Севастополя, их пешим этапом они шли в Симферополь. А после этого из Симферополя уже в первый концентрационный лагерь, это в Днепропетровске, а потом Польша и Германия. И вот когда мы стали подробнее изучать документы, связанные с судьбой Дмитрия Алексеевича, мы выяснили, что он находился в шталаге 7А. Это Бавария, Германия, страшный шталаг. Один из самых страшных лагерей, находившихся в Германии. И в этом лагере было очень много севастопольцев. Достаточно сказать, что организаторы братского сотрудничества военнопленных, это самая крупная подпольная организация на территории Германии, они были тоже из этого концлагеря. Лагерный номер Дмитрия Алексеевича Сушина, 101-940. Самое главное, вот отца спрашивал, говорю, не видел его ни разу, то, что там постоянно в рубашке приезжали. Я говорю, ну, вопрос ввелся к тому, что была ли татуировка с номером или нет. Попали именно в тот момент, когда они не делали. То есть вот этих вот татуировок, как вот в лагерях смерти, там, Освенцем, Дахао, там, Бухенвальд и так далее, то есть в этих лагерях они делали, били номера. Этого не было. То есть только на карточке и, соответственно, в голове и нашивкой. Все. Дмитрий Сушин был освобожден в 1945 году. В июле был зачислен в армейский запасной стрелковый полк для прохождения государственной проверки, как это делалось в отношении всех наших бойцов, побывавших в концлагерях. Уволен в декабре 1945 года. Из жизни ушел в 1988 году. По завиду, что вот реально было, я вот сколько помнил, курил постоянно. То есть вот прямо и сигареты все время крепкие были. Папиросы именно там, ватра, прима, то есть без фильтра постоянно. Но это, может быть, военное отложилось, то есть так, как там тоже было. Даже когда уж он лежал, умирал, все равно табачил. Дмитрий Алексеевич Сушин ни разу не приезжал в Севастополь после войны. Не был здесь и его внук Алексей. На этот, как сказать, монумент памяти, это без прямо вопросов, то, что туда я пойду. Потому что это дань памяти, во-первых, победившему народу, который выстоял такую войну. А второе, то, что это именно деда памяти. Столько времени держать, 250 суток. Это надо быть очень такими упертыми людьми. У нас страны сдавались быстрее, чем город один. Среди 45 тысяч наших бойцов, чьи имена сегодня хранит пантеон памяти 35-й береговой батареи, есть и имя Дмитрия Алексеевича Сушина. Но у музея не было его фотографии. Теперь мы знаем, как выглядел этот 27-летний паренек, защищавший Севастополь. Каждый день обороны, он открывает для нас новые имена и новые страницы. То, что откликаются из разных уголков страны, для нас это очень важно. Столько лет прошло. Будет 80 лет, как завершилась оборона Севастополя. Тогда, в 42-м, вот этот мальчик был сфотографирован, к сожалению, мы не знаем имени фотокорреспондента. И его внук спустя 80 лет увидел на экране своего деда. Это здорово. Память, она есть, несмотря на то, что это уже история. Но это история каждого из нас. И вот эту историю мы и должны сохранить. Ксения Богинская, Юрий Реутин, Севинформбюро. Федеральная кадастровая палата исправила ошибку на кадастровой карте Севастополя. Форма собственности парка Ушакова-Балка на ней значилась как частная. В середине октября информация об этом взбудоражила пользователей социальных сетей. Сегодня, как следует из ответа Севреестра, депутату Нахимовского муниципалитета Дмитрию Белогорцеву, эта территория значится как собственность публично-правовых образований. Согласно разъяснению Севреестра, это означает, что парк находится в государственной собственности и передан в ведение одного из государственных учреждений или предприятий. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье 31 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 12 детей, 5 мальчиков и 7 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdcstv.com Ждите новостей. До встречи в солнечных выходных!